Друзья, всем привет! С вами InvestFuture, я Кира Юхтенко, и это очередной выпуск нашего еженедельного инвест-шоу. Несмотря на рыночные потрясения, мы продолжаем. Как говорится, оркестр на Титанике должен играть до самого конца. И сегодня у нас в фокусе наш индексный или по-другому детский портфель. Я напомню, что его цель накопить на обучение ребенка в МГУ. И изначально стратегия моя заключалась в том, чтобы ежемесячно вносить небольшую сумму и покупать на эти деньги паи биржевых фондов и ETF. Но сейчас ситуация с ETF-ами очень сложная, как вы понимаете. Финекс у нас пока заморожен по нескольким причинам. По причинам того, что Юра Клир не хочет работать с российской финансовой инфраструктурой и по причине отсутствия маркетмейкера. Что касается биржевых фондов российских, там тоже достаточно много сложностей. А покупать фонды, которые ориентированы на российский рынок, мне, честно говоря, сейчас не кажется лучшей идеей. Поэтому немножко отступлюсь от своей стратегии, а портфель формировать нужно продолжать. Поэтому сегодня я посмотрю на немножко неродные для этого портфеля инструменты, но, наверное, тем интереснее. Друзья, Тинькофф Инвестиции проводит турниры для клиентов, которые любят соревнования. В нем каждый участник может прокачать свои навыки инвестора, инвестируя на биржи и получая за это крутые призы. Для того, чтобы участвовать в турнире, достаточно иметь брокерский счет, профиль в пульсе, это социальная сеть для инвесторов, и общий объем активов не менее 10 тысяч рублей или эквивалент в другой валюте. Принимайте участие в турнирах, показывайте лучшие результаты по доходности, поднимайтесь в высшую лигу и выигрывайте призовые акции. Чем выше лига, тем больше стоимость призовой акции. Все подробности вы найдете по ссылке в описании. Ну и также я напомню, что у InvestFuture тоже есть профиль в социальной сети Pulse. Ссылку на него тоже в описании вы найдете. Что в целом происходит на российском рынке? Ну, смотрите, наверное, основной фокус – это возможный эмбарго на нефть, потому что это история, которая может на российскую экономику повлиять заметно и уже в этом году, в отличие от газового эмбарго, которое пока только лишь обсуждается на длинную перспективу. И вот на этой неделе мы с вами видим, что вот несмотря на все эти угрозы, российский рынок вдруг пошел в рост. Если мы посмотрим на график за неделю, мы увидим такой уверенный восходящий тренд, практически безоткатный. Хотя, если мы с вами сделаем, как говорится, зум-аут и посмотрим на динамику последних недель и месяцев, то увидим, что, конечно, до уровня начала февраля российскому рынку еще очень и очень далеко. Тогда как российский рубль, кстати, туда уже фактически добрался. Ну, давайте поговорим о том, почему российский рынок начал расти на этой неделе. На самом деле, самый крупный рост наблюдался в среду, когда российские СМИ опубликовали новости о том, что Австрия готова покупать российский газ за рубли. И это, конечно, новость, которую российский рынок оценил. Но, с другой стороны, через несколько часов канцлер Австрии в своем твиттере эту историю опроверг и заявил, что это, цитата, фейк российской пропаганды. Ну, на самом деле, с покупкой газа за рубли пока больше вопросов, чем ответов. Потому что, с одной стороны, мы видим, что многие страны открещиваются от возможности это делать. Мы видим, что на этой неделе, да, вот уже в среду, Польша и Болгария отказались платить в рублях. И в итоге Россия приостановила туда поставки. Хотя я не думаю, что нам стоит опасаться того, что Польша и Болгария замерзнет. Это все разборки, на самом деле, больше такие бюрократические. Вот. Но, безусловно, оказывает влияние новость, которую распространил Блумберг, о том, что как минимум 10 стран открыли счета в Газпромбанке для того, чтобы иметь возможность рассчитываться за российский газ за рубли. И 4 страны даже уже произвели расчеты. То есть, соответственно, вроде как вот в этой истории испытания газом пока Европа не готова, по крайней мере, быстро от российского газа отказываться. Да, здесь ключевое слово именно быстро. Но, на мой взгляд, вот еще раз повторюсь, валюта расчета не имеет такого большого значения, которое придается ей как в российских, так и в зарубежных СМИ. Намного важнее то, что будет происходить на длинном горизонте. Но вот пока это то, что, кажется, немножко драйвит российский рынок. Да, ну, потому что, несмотря на весь тот ужас, который происходит, вот все-таки, как бы, Запад готов переговариваться и готов идти, якобы, да, на какие-то компромиссы. Это, кажется, нравится российскому рынку. Ну, либо есть что-то еще, чего мы не знаем, но что котировки российских бумаг поддерживает. К российскому рынку, на мой взгляд, нужно относиться очень и очень осторожно, потому что пока непонятно до конца, как будут выпускаться нерезиденты. И вот Мосбиржа, да, тут заикнулась о том, что для них может быть создан отдельный, как бы, выделенный стакан. Но здесь пока не хватает категорически подробностей. И, на мой взгляд, если из российского рынка что-то покупать сейчас, то это либо экспортеры, которых невозможно заменить, они, кстати, и так уже стоят недешево, либо это компании, которые будут получать поддержку от государства. Ну, вот как пример, Алроса, да, Антон Силуанов заявил, что допускает закупку в Гохран Алмазов Алроса в 2022 году. Эта практика успешно применялась в 2021 и 2020 годах. Ну, и теоретически это могло бы оказать поддержку акциям. Да, вот мне кажется, надо искать какие-то такие варианты, если хочется покупать российские акции. Но я пока, честно говоря, больше смотрю в сторону облигаций. И какая у нас здесь ситуация? Вот в пятницу состоится очередное заседание Центробанка. Он продолжает понижать ставку последовательно. На прошлом заседании она была снижена с 20 до 17%. Сейчас, скорее всего, снизит до 15%. Это консенсус прогноз. И кажется, что рынок облигаций, вот это предстоящее снижение уже успел отыграть. Ну, вот, например, индекс доходности 30 самых ликвидных корпоративных облигаций уже снизился практически до 13%. Тогда как официальная инфляция в России выше 17%, да, близится к 18%. При этом, допустим, медианный прогноз аналитиков по инфляции на 2022 год, это и вообще 22%. То есть мы видим, что инфляция остается высокой, она не уйдет быстро. Это признает даже Центробанк. По его мнению, устойчивого замедления инфляции стоит ждать только в 2023 году. Но это не точно, да, добавлю от себя. То есть инфляция будет оставаться с нами, она довольно высока. Да, а при этом доходность облигаций уже ее не покрывают. И в этом смысле покупка длинных облигаций сейчас не кажется хорошей идеей, да, потому что со временем интерес инвесторов к облигациям может падать, именно потому что доходность облигаций просто не будет покрывать инфляцию. И, в общем и целом, кажется, что сейчас интереснее выбирать для себя короткие облигации. Это либо надежные эмитенты, да, ну, соответственно, корпоративные бумаги, либо, ну, если вы совсем рискованный человек, то можно посмотреть в сторону ВДО. Там действительно можно отыскать интересные доходности сейчас. Но просто, конечно, надо понимать риски. И если ВДОшки брать, то там должна быть очень-очень хорошая диверсификация, в том числе и по секторам. Ну, сегодня мы с вами поговорим немножечко про сектор облигаций строителей, потому что, с одной стороны, эта сфера, конечно, оказалась под ударом вместе с началом кризиса, но, с другой стороны, тут, кажется, есть первые намеки на оттепель. Что здесь у нас есть из позитивного? Во-первых, конечно же, это снижение ключевой ставки. Оно стимулирует кредитование, и, соответственно, люди будут иметь больше возможностей покупать недвижимость. Второй момент. На рынке облигаций мы в основном видим игроки, которые работают в крупных регионах. Это Москва, Московская область, Питер. И понятно, что в этих регионах больше людей со свободными деньгами, людей, которые хотят куда-то эти деньги припарковать в условиях девальвации рубля. И, соответственно, эти люди рассматривают недвижимость как защитный актив. Третий момент. В Москву и Подмосковье вернулась программа льготной ипотеки. С 1 апреля сумма кредита, который может выдать банк для московского региона, была увеличена с 3 до 12 миллионов рублей. А это существенно. Четвертый момент. Путин снизил ставку льготной ипотеки с 12 до 9%. Сбер фактически сразу после этого заявил, что поддерживает предложение о снижении ставки до 9%. А ВТБ так и вообще начал принимать заявки на льготную ипотеку на новостройки под 8,7%. Считай бесплатно. Смотрите, раздают дома. Ну и в пятых у нас действует госпрограмма субсидирования ставки застройщикам для поддержки проектов жилья в строительстве. И вот недавно стало известно, что почти половину от суммы, которая предусмотрена программой, получил Сбербанк. Это 16 из 35 миллиардов. То есть Сбер работает с самыми крупными девелоперами и застройщиками и выступает основным кредитором известных эмитентов облигаций. Хорошо, если вы с учетом этих вводных подумываете о том, чтобы прикупить что-то из облигаций застройщиков, вы, конечно, должны понимать, что риски здесь есть, но можно попробовать что-то поискать. Рынок недвижимости в России действительно неоднородный, потому что многое зависит от того, в каких регионах работает застройщик. И в основном, если говорить про регионы, то есть ни Москву, ни Питер, там довольно низкая платежеспособность населения и маржинальность строительных проектов не превышает 5%. И банки не очень охотно финансируют такие проекты. А вот самые хлебные регионы – это, конечно, Москва и область, и Питер, и область. Понятно. Из эмитентов, таких самых пухленьких и самых популярных, у нас есть ПИК, ЛСР, самолет, Сеттл-группа, Брусника, Пионер и Этаон. У ПИК – 75% проектов – это Москва и Московская область. ЛСР, допустим, 90% выручки – это продажи в Москве и Санкт-Петербурге. Также потом там самолет, Москва, Московская область, Новая Москва. ГК Пионер – это Москва, это бренды ЕС и Лайф. Не всем известен Пионер, но вот эти бренды, как правило, на слуху, они довольно распиарены. Сеттл-групп – это только Петербург. Эталон – это Петербург и Москва, хотя изначально компания питерская. Ну и особняком среди эмитентов-застройщиков стоит Брусника, потому что компания работает в Тюмени, Новосибии, Екатеринбурге, Сургуте и Кургане. И лишь недавно начала расширять земельный банк в Видном, Московской области. Еще, смотрите, такой момент важный, когда мы говорим про застройщиков, мы должны понимать, что нам свежую отчетность очень сложно посмотреть, к сожалению. Потому что… Ну и давайте пройдемся к тому, что показал. Пик, самый крупный игрок на рынке, опубликовал лишь операционные результаты за 2021 год, но ни консолидированной отчетности за 2021 год, ни операционных результатов за 2022 пока нет. ЛСР – молодцы, они опубликовали все. Это исключение, скорее, из всего ряда. Дальше самолет, как и Пик, раскрыл пока только операционные результаты за четвертый квартал. Сэтл Групп не густо с отчетами, там последний отчет – это МСФО за 6 месяцев прошлого года. Пионер – раскрыли операционные результаты и отчетность по МСФО за 2021 год. И операционные результаты за первый квартал. Вроде молодцы, но потом что-то случилось, и компания решила вдруг эти результаты удалить. Это любопытная практика, но, кстати, они не единственные такие. Эталон показал результаты за 2021 год и операционную операционную операцию за первый квартал 2022 года, но отчетность по МСФО за 2021 год они пока еще не выложили. То есть, по раскрытию информации, у нас в лидерах пока получается ЛСР, эталон и пионер. Как бы все-таки покупая облигации, нам хочется видеть хотя бы какие-то цифры. Это важно. Дальше. Что у эмитентов с долговой нагрузкой? В принципе, надо нам с вами понимать, что долг застройщика мы можем поделить на два типа долга. Это проектный долг и это долг корпоративный. Кредиты от банков на конкретные строительные проекты – это проектный долг. И такие кредиты полностью должны быть обеспечены остатками на эскроу-счетах. И вот если мы этот долг вычитаем, то у нас остается долг корпоративный. И на его покрытие компания должна, соответственно, зарабатывать какие-то дополнительные деньги. И в идеале остатки на эскроу-счетах должны с лихвой покрывать обязательства компании. Смотрите, когда мы рассчитываем показатели долговой нагрузки, мы должны смотреть, конечно же, на те раскрытия, которые эмитенты представили. Но в целом по уровню корпоративного долга все вот эти компании, которые мы ранее перечисляли, пока вроде как сохраняют достаточно комфортные уровни долговой нагрузки. Самый маленький долг у Пика, у Сэтлгрупп, у Пионера и у Эталона. Вот мы можем посмотреть на чистый долг Кипит и это оценить. Дальше рентабельность. Это тоже важно. Здесь у застройщиков есть смысл смотреть на EBITDA margin. Это один из ключевых показателей для оценки. Это как бы такая вот подушка рентабельности, на которую компания в трудные времена может опереться. Ну и вот мы с вами видим, что в целом показатели достаточно приличные у всех застройщиков. Ну и в лидерах у нас Пик, Пионер, ЛСР и Самолет. Вот в первую очередь Сэтлгрупп и Эталон здесь немножко пониже, как и Брусника также. Ну, в общем, посмотрев на это все и сопоставив с предлагаемой доходностью, я сегодня решила выбрать облигации Пионера. У них есть выпуск ГК 001R04, четвертый выпуск с датой погашения в декабре 2023 года. Он сейчас торгуется по 89% от номинала и дает доходность к погашению чуть меньше 20% годовых. Получается дюрация 0,9% и в целом достаточно интересно выглядит это предложение на текущих уровнях. При этом у Пионера, ну вот судя по тем данным, которые по крайней мере у нас есть сейчас, хорошие результаты по выручке, по чистой прибыли, по рентабельности. Причем последние несколько лет компания их устойчиво улучшала. Проблем с выплатой процентов по займам у них не было. Они эффективно работают с дебиторской задолженностью. Так что почему бы и не взять в текущих условиях, мне кажется, что поиск именно таких довольно устойчивых бумаг с приличной доходностью, наверное, это одна из лучших стратегий для инвестора, который хочет как-то защититься от инфляции. Другие застройщики в целом тоже неплохо выглядят. Тут есть из чего повыбирать. И просто надо понимать, что, конечно, сектор недвижимости, с одной стороны, он в кризисе подвержен ударам судьбы. Сейчас кризис, да, это мы не можем отрицать. Но с другой стороны, мы видим также и то, что у застройщиков довольно сильное лобби, которое уже, который кризис подряд показывает, что помогать им будут абсолютно точно. И вот уже сейчас при первых признаках проблем сразу появляются решения о продлении льготной ипотеки. Там, скорее всего, еще что-нибудь придумают для того, чтобы этот сектор поддержать. Поэтому вот несмотря на то, что традиционно у недвижки есть риски, застройщики в России – это такой, мне кажется, отдельный стоящий сегмент. Поэтому я пока за них не очень боюсь. Хотя надо очень внимательно следить за тем, как меняются показатели, конечно же. Ну что ж, дорогие друзья, на этом сегодня у меня все. С вами была Кира Юхтенко, команда InvestFuture. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. И до новых встреч на нашем канале в наших следующих выпусках.